Добрый день! Наша третья беседа о кризисе современной музыки. Ну, и о спасении и избавлении из клещей этого кризиса. Мы остановились на важнейшем определении Рене Генона, что музыка должна служить таким высшим целям, как медитация духовной возвышения. Эти все сказаны. Когда вы соотноситесь с тем или иным музыкальным явлением, задайте себе вопрос. Это для чего делается, пишется и исполняется? Для чего? С какой целью? Выдающийся, кстати, мыслитель современности, индус Шарадон Уранаде, очень хорошо я сформулировал это касательно собственной медитации, духовной практики. Ты когда занимаешься этим, то для чего ты этим занимаешься, спросил Уранада. Великолепный вопрос. Ты, может, хочешь просто успокоиться. Может быть, ты занимаешься этим, потому что веришь, что это поможет тебе зарабатывать деньги или принесет тебе более благостное самочувствие, избавит от болезни. Ради чего ты это делаешь? Ради чего? Или ты действительно ищешь духовного постижения? Музыка, как вспоможение, как служанка высшая духовной практики. Вот такое изначально было ее предназначение в высшей сфере. Так это определяли не только мудрецы Израиля, не только левиты в Иерусалимском храме. Но на протяжении веков и в Европе тоже музыка была инструментом для постижения чего-то высокого. Потом она отделилась. Мы посмеем здесь добавить. Отделилась потому, что христианская европейская среда не могла стать полным вместилищем до чистоты, высоты музыки, как понятия. И музыка должна была пройти длинный путь, чтобы потом вернуться в Иерусалимский храм. И это случится. При нашей жизни или нет, значения не имеет. А по пути музыки она прошла весь путь падения. Падения с пьедестала богослужения до... И тут батюшки мои, да, кстати, обратились ко мне некоторые люди с критикой. А вот с чего это я взял, что там такие-то такие жанры, они связаны с чем-то инфернальным. Значит так, я ничего не взял. Я ничего не взял. А вы почитайте, например, интервью. С Анастасией Порфирьевной, Волочковой, прима-балериной Большого театра. Где она рассказывает о том, что ее коллеги женского пола, балет, опера, вот эти, которые поют, танцуют. Они все работают как эскортницы у разных олигархов. Я говорю, эскортницы. Я не сказал, там, у шеста, там, то, что они могли бы делать и так далее, да. Да, они появляются там и на корпоративных вечеринках новогодних, и на столах они пляшут и танцуют. Это все контингент Большого театра. Я готов поверить, что в Ласкало это не так. Может быть, какой-то там национальный театр Кыргызстана тоже так не действует. Но просто раз и навсегда вот эту тему мы оставляем. Мы оставляем ее в стороне. Мы не занимаемся осуждением, но и обсуждением. То есть обсуждать нечего. Это низменное. То есть это то, что привело музыку к нынешнему кризисному состоянию. И то, что современная, например, опера. Вот я говорю, в Израиле, да, чтобы никто не обижался. Это израильская современная опера, то, что я, там, краем глаза видел, это называется скотство. Другого названия этому давать не надо. Надо называть вещи вот эти хотя бы своими именами. Но далеко не все скотство. И мы сейчас не будем заниматься градацией развлекательных жанров музыки. То есть есть полная инфернальная музыка. Это там, где, там, J-A-S-S. Ругательное слово, за которое профессионумию можно было получить. По крайней мере, в Голландии лет, там, 120 назад точно. Но это изначально. Есть блатная всякая среда. То есть те, кто просто ругается, ругается матом. На английском, на русском. И мы будем это обсуждать, что ли? Мы будем это осуждать? Или мы сейчас выйдем, там, с какими-то книгами. Там, о, покайтесь, грешные. Мы что, будем сейчас устраивать вот эти все вот... Может, те, кто так делают, они и правы, но... Мы совершенно другим занимаемся. Нас интересует выявить светлое, великое, высокое. Одна из причин, конечно же. Это, да, надо сказать здесь. Одна из причин общего падения. Ну, не только в том, что сама псеградация происходит. Даже там, где высокое осталось из прошлого, туда все равно впускают всякого рода инфернальное явление. Ну, нет сомнений, что сейчас вообще... Мы не говорим про развлекательные жанры. Но даже если мы берем вот что-то уж... Да, возвышенное изначально. Сегодня вы можете наткнуться на исполнение концертов Моцарта, Брамса, Рахманинова особыми, которые на самом деле производят на сцене порнографический эффект и так пытаются доминировать. Это надо сказать, понять, что просто там нечего нам делать. Что все это... И мы не решим этой проблемой тем, что удалим соцены с поля, да, с футбольного поля, женский контингент. Потому что придут мужчины, которые еще будут делать нечто худшее. Это общая тенденция. Общая тенденция доминирования самого низмена. Я не хочу давать идеи, но я могу себе представить через 20 лет, что еще они могут придумать. Что они еще могут выдумать. Какой там будет Бах, какой будет Бетховен. Ведь это все должно быть продаваемо. Ведь властвуют деньги. А деньги любят... Что они любят? Шоу, показуху, порнографию. Низменная масса. Она хочет еще ниже, 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 ниже. Вот это всегда было так. Плюс спортивный эффект. И, конечно, те лошади, которых выпускают на сцену, они хорошо владеют техникой. И при этом возле них может быть чинный пожилой какой-нибудь дирижер с именем. Который будет вместе вот с этими вот... Что-то дирижировать утонченные, прекрасные. Вот это смешение, вот эта хаотичность, да, отличает нашу эпоху. Сразу же я знаю, кто-нибудь скажет, а вот как там Соколов, а как там Киссин. Ну, не все, не все, не все. Ну, не все, конечно. Но те, кто задает, то тенденция, она такая, доминирование именно всего низменного. Вот о чем мы говорим. И вовсе не для того, чтобы сейчас обсуждать и осуждать, а просто для того, чтобы идти к истинному. Не спотыкаться, а то, мимо чего надо проходить. Как мы проходим мимо чего-то там оставленного коровой, например, если она шла перед нами. Или лошади. Мы идем по улице, что-то могла оставить перед нами корова. Мы же не будем сейчас обсуждать и осуждать. Мы не будем обсуждать и осуждать. Есть явление абсолютно инфернальное, есть явление абсолютно низменное. И при этом можно обсуждать, а для чего Господь попустил это, для чего это было нужно. И тут нам есть что сказать. Не в рамках вот этой беседы. В рамках этой беседы надо отвечать на вопросы по сущности музыки. И вот одна как раз высокая особа задала умную очень вопрос. Ну, музыка, разве она не является зеркалом нашей реальности? И что вместо осуждения, порицания, не лучше ли признать просто, что современная музыка – это есть отражение современных реалий? Ну, во-первых, это ничуть не противоречит ничему тому, из того, что мы здесь говорили. Можно смело сказать, что, например, Пятая симфония Шостаковича и Восьмая симфония Шостаковича – это величайшая совершенно манифестация восприятия истинным человеком, человеком с душой, коммунизма. Это человек против чудовища коммунизма. Пятая симфония, Восьмая симфония Шостаковича. Слушайте, переслушивайте. Это монументально. Мне, моя учительница Наталья Андреевна Мукли, когда мы разбирали Шостаковича, говорила так тихо-тихо-тихо. Это не Солженицына. Это страшнее. Но Шостакович передал, это вне всякого сомнения, в какой степени наша эпоха с ее качественными векторами выражена в современной музыке. Но я не уверен. Это надо... То есть, если в случае с Шостаковичем это неоспоримо, так, пятая, еще раз, восьмая, семфония, да и не только можно пойти к 13, 14, 15, к его камерной музыке. То современное, хаотичное, что оно отражает? Наша эпоха, в ней есть великие проявления. В ней есть великие проявления. Наша эпоха имеет своя обобщенная особенность, о которых никто не думает. Но мы на самом деле живем в период достаточно мирный. Ой, сейчас скажут, ой, вот мы слышали, там был теракт, да? Возьмите и сравните таблицу погибших от насильственной смерти в первой половине 20 века. И вот относительно, там, можете по годам все это расчленить, там, пропорционально, что происходит в 21 веке. Ну, в сотню, в две сотни раз, да, относительно пропорционально меньше людей гибнут. К примеру, потому что наша эпоха, она не вся, вот так уж прям. Появление Израиля, как средоточие добра, манифестации библейских пророчеств, это что-то мало. Ну, сто лет назад еще этого не было, только развивалось. Ну, и можно продолжить, не все в наше время, оно инфернально низко. То есть, то, что искусство, они покинули церковь, и вообще уходят из мира Эсава, из мира Эдома, вся эта тенденция, она действительно сопровождается в том числе вот тем, что сказала Анастасия Порфирьевна-Волочкова. На самом деле, это важно то, что она сказала. Ее общие некоторые мысли, это важно. Она показывает, что вся эта публика, она ничуть не отличается от тех, которые возле шеста, или тех, которые раньше там за трешку на вокзале. Вот что важно. Она показала, куда это все пришло. Не для того, чтобы нам сейчас еще раз, еще раз, еще раз, да, там, вызывать к публике. Протестовать. Надо знать, что это так. Но надо понимать, что музыку еще мы начали, что будем продолжать еще раз разбирать. Есть высочайшее предназначение. В нашей предыдущей беседе мы приводили славу и Вильнинского Гаона, и Нахманида. Разбирали их. То, насколько музыка, она высока. Теперь ответ на вопрос. То есть, да, отражать действительность. То есть, некое обобщенное, да, представление о нашей эпохе через музыкальное произведение то или иное. Во-первых, почему нет. Мы здесь не для того, чтобы осуждать развлекательный жанр. Только не обязательно там у шеста и делать то, что они там делают с доминированием. Все уже вовсе пошло. Но мы разве будем осуждать пятку за то, что она пятка, коленку за то, что она коленка? Нет. Но плохо, когда там бедра, колени или желудок властвуют. Вместо мозга и того, что надо. Не вот там где-то филин, а вот этого высшего. То есть, когда вот выше ничего нету, и мозг тоже в состоянии пассивности, а правит, например, желудок, то плохо. И здесь то же самое. Цель не в том, чтобы сейчас подвергнуть критике кого-то, что там нет приличных людей, которые просто помогают людям, знаю, отдыхать в ресторане, при этом могут играть на гитаре, что-нибудь, ну что. Да, мы разве против чего-то? Мы за все хорошее. Мы за все хорошее. Просто не надо впускать низшие жанры туда, где все-таки был чертог высокого искусства. А там, где высокое искусство, опять ради чего. Так вот, все-таки отражать действительность – это мало. Вот это говорю уважаемым людям. Просто фиксировать, пусть обобщенно, утонченно и углубленно действительность нашего времени – это мало. То есть, это первый шаг. Да, надо понять, где мы находимся. Ну, а дальше что? И музыка должна играть роль в том, чтобы способствовать нашему подъему. Вместе с нашей реальностью. Не аскетическому отрыву. Вместе с нашими, всеми естями, с нами, с нашими всеми одами. Какие еще старые русские слова, чтобы передать такие понятия, как собственная сила. Да. Поняли. Музыкально осознали, но идем вверх. Насколько Шостакович шел вверх, не знаю. Тема для особого обсуждения. Майлер к концу жизни, безусловно, да. Были у него эти проблески. У кого-то были, у кого-то нет. У кого-то посередине жизни. Но высшее предназначение, оно в том, чтобы, как мы только что с вами сказали, вести человека к... Потому что мы называем молитва, медитация. Ну, помогает нам или не помогает? Какая нам музыка помогает настроиться на безмолвную молитву, скажем так, да? Какая музыка помогает? Ну, несомненно, Григорианская на певу, да? Признаем. Несомненно, шестая часть песни о земле Майлера, например. И, собственно, девятая его сифония тоже может к этому привести. Ну, да. Мы у Баха найдем немало. Шри Урабинда обращал внимание на божественный талант Бетховена. Он не просто так об этом говорил. И о том, что проявление высшего таланта в духовной сфере может происходить и неосознанно. Он может быть неким таким медиумом для передачи. Ну, вот, собственно, это то, что мы обсуждаем. То, о чем могли бы задуматься музыканты. Как правило, музыканты – это люди, которые не утруждаются. Они верят в то, что это им приносит славу. Это тщеславие бесконечное. Кому-то деньги, хотя сейчас меньше и меньше, это не кассовые занятия сегодня. Лучше сразу уже идти в эти сферы, которые попсовые и дешевые по определению. Блатные всякие. Там, конечно же, массово и кассово. Вот это, надеюсь, понятно. Надеюсь, вот это нам удалось донести сегодня. Продолжим обсуждение. У нас еще пару бесед будет на эту тему. Буду делиться теми мыслями, которыми с нами уже поделились. Во-первых, величайшие музыканты. Мы берем лучшие из того, что есть у них, из их же традиций. Мы берем также те глубинные оценки, которые нашли у мудрецов Израиля. Тут же у нас Рене Генон и Шрио Робинда, как всегда. Рене Генон привел нас вот к этой важнейшей мысли, что у музыкального ряда должно быть предназначение. Иван Себастин Бах говорил, кстати, что если человек извлекает два звука, это не во имя небес, так он сказал, это хуление кощунства. Вот, кстати, о том, что думали великие. Генон в своей статье, которую мы начали обсуждать об искусстве, существующей только на французском, на английском, и так, как-то так с английского что-то так переводим без претензии на литературность. Давайте напомним название этой статьи. Все-таки кто-то может быть осознанно, да. Рене Генон, the arts and their traditional conception. Искусство и их традиционная концепция. И когда Генон говорит традиция, что он имеет в виду? Он имеет в виду не то, что мой папа, мой дедушка так делает. Имеется в виду та истинная Тора, на самом деле имеется. Традиция, то, что вот передавалось из поколения в поколение высшее знание. Традиция – это высшее знание. А не просто, что так когда-то делали, а мы в наше время, ах, как мы ископали, мы... Не, не это. Можно говорить об определенных явлениях деградации. Но мы упомянули, что есть наоборот. И отрадные тоже векторы в развитии современного мира тоже есть. Люди не видят, не понимают. То есть отупение, оно же тотальное через интернет идет. Нельзя ничего обобщать, нам говорят. Обобщать нельзя. Нельзя обобщать. Есть потом всякие священные коровы. Нельзя говорить про демократию. Понятно, что про музыку нельзя говорить, потому что каждому нравится то, что ему нравится. Вот это именно скотское мышление, оно мешает людям раскрывать себя. А мы сейчас сняли эту пелену, и вам все становится понятно. Итак. Продолжим немножко еще сегодня с геноном. Так вот, эта концепция музыкослужения высшего, он сообщает, что она удалена от современных профанических, светских, то есть теорий. Как, например, концепция искусства ради искусства, которая сводится, по сути, к утверждению, что искусство является тем, чем оно должно быть. Вот и все. Только тогда оно не имеет смысла. Генон и его юмор, он потрясающий, очень тонкий. Француз. В самом хорошем смысле слова. Понял, что он сказал? То есть, если искусство ради искусства, то а в чем смысл? Вещь ради самой себя? Нет такого. Нет такого. Либо это ради более чего-то высшего, либо это еще ради чего-то. Это всегда связано. Не может быть вещь сама в себя. Как только говоришь, вещь сама в себе, но помимо того, что чисто язычество, чисто язычество в отрыве, искусство ради искусства, это полнейшая глупость, это дурь, это то, чем оправдывают себя разного рода дегенераты, которые устраивают на сцене. Это не шутка. Например, акты испражняют. То есть, они ходят в туалет перед всеми на сцене. Они знают, что это искусство. А искусство ради искусства. Кто может трогать? Это же... Это те, которые вот... Из круга Анастасии Порфирьевны Волочковой. То есть, искусство ради искусства, оно не ведет никуда. Искусство ради народа тоже. Что значит, искусство ради народа. Или, например, Геннон говорит, с точки зрения морализаторства, которая стоит... Геннон говорит, с точки зрения знания, расширения сознания, не имеет никакого смысла. Сама по себе мораль, это первая стадия чего-то минимально. Кстати, но это все-таки в морали вот тоже, если мы ее привлекаем, какая-то минимальная моральная чистоплотность, если она отсутствует сегодня и на сцене, и в сознании, то тут уже не до высокого. Не до жиров быть бы живу. Тут не до высокого, когда уже все на уровне вот этих вот эскортница порнографических эффектов и прочих известных всем явлений. Но мы скажем более того. Конечно же, у искусства были претензии на некое моральное способствование усовершенствованию человечества. Люди станут моральнее, нравственнее, добрее. Для тех, кто не понимает, насколько искусство не выполнило эту свою функцию, стоит посмотреть запись «Девятая симфония Бетховена», если в Ютьюбе дирижирует Фортвенглер, великий Фортвенглер. А в зале сидят Геббельс и так далее. То есть, просто вся верхушка национал-социалистической партии. Посмотрите. Потом будем говорить о морализаторстве. Гитлер очень любил Шнабеля, еврейского пианиста. Ценил его. И как это повлияло на Нутрош-Набеля? Сталин не просто любил Сафраницкого, а очень тонко воспринимал его исполнение. Он вызывал его пару раз и обсуждал с ним. Вот здесь вот так сыграли, а потом здесь играли здесь. Сталин был знатоком. Он понимал, что Сафраницкий это Сафраницкий. И что? Как думать. От того, что Сталин вызывал Сафраницкого, мы не перестанем слушать Сафраницкого. И от того, что Геббельс присутствовал на концерте Фортвенглера, мы не умолим его прекрасных сторон. Ну и даже мы с вами потом будем можем наблюдать там как после того, как Геббельс пожал ему руку, Фортвенглера демонстративно достает платочки, вытирает руку в знак презрения по отношению к Геббельсу. Но все равно сам факт существования великих явлений классической музыки и в Германии, и в том Советском Союзе нас чему-то учит. Никакой морали, никакой нравственности. Само по себе искусство не дает. Когда оно служит чему-то высшему, ну да, оно может способствовать. Вообще мораль не является целью, это одна из необходимых ступеней, это как чистить зубы, не ругаться матом. Человек ругается матом, вы же не будете с ним дальше вообще разговаривать, вы же не будете что-то с ним обсуждать, если человек дурно пахнет. Вы же тоже как-то обойдете это. Опять же, не каждую кучу на улице надо разгребать. Есть для этого специальные труженики этого самого дела. Золотари не мы. Да. геном продолжает, что традиционное искусство это не игра. Это не сцена. Настоящее искусство, не только музыка, но и вообще все виды и науки, и искусства, которые должны быть устремлены к высшей цели, но это не игра, это не развлечение. Вот что важно. Вот что важно. То, что психологи говорят, что искусство должно доставить человек особый вид удовольствия. И некоторые, в то время, еще когда геном жил, они квалифицировали, речь о классическом искусстве, это как высшее удовольствие. Как автор справедливо замечает, но это, собственно, все сводится к индивидуальным предпочтениям. Если цель это просто получение конкретным человеком удовольствия, то ты не можешь установить никакой иерархии логически здесь. Ты не можешь определить ничего. Просто говоришь, мне нравится то, а тому нравится то, и, собственно, все разговоры сводятся к этому. Оценки политической ситуации сводятся, мне не нравится Пучин, или наоборот, мне не нравится Трамп, или мне не нравится Байден. Нравится, не нравится. Нижайшее из низшего. То есть, искусство должно вывести человека за рамки его ограниченности, оно должно его развивать и возвышать. Да, вот туда идти, туда. А здесь, наоборот, тебе подходят, к тебе не подходят и квалифицируют его просто как некое высшее удовольствие. Это не значит, что в этом нет наслаждения. Но наслаждение не от того, что тебя лично снабдили каким-то успокоительным или приятным, а от того, что ты стал в большей степени атманом, как говорят индусы, или настоящее свое я аз в русском языке обрел в хоть немножко большей мере, чем было до того. Вот что-то тебя до... Великий должен вывести тебя из этого состояния. Ну и да, можно говорить о тех произведениях, которые при прослушивании их... Например, вот послушайте 18-й опус семинорный Франко для органа. Это лучше для органа, может, и для фротопиана. Ну да, там это дает вам заряд для расширения, собственно, а не для удовлетворения, не для того, чтобы вас еще раз погладили по головке, сидите в собственной скорлупе, в собственной тюрьме, под арестом сидите своей граниченности, но вам немного будут уши ласкать хорошими звуками. Нет. Генон подчеркивает, что это не пустая сентиментальная декламация. О, твои глаза! Нет. Музыка, искусство, это нет. И можно спросить от какой из различных традиционных наук напрямую зависит искусство. Это интересный вопрос. Когда говорим о науках, то мы не относимся сейчас к тем, которые антитрадиционные. Мы имеем в виду сейчас сферу познания, которая есть нечто синтетическое. современная наука на все дробит. Зайдите к специалисту по квантовой механике. Он ничего не знает не всегда, но часто о биологии, химии. Он занимается квантовой механикой. там будет такая библиотека. Сейчас библиотеки нет, сейчас все в электронном виде, 30 лет назад была бы большущая библиотека. И тогда это все очень в дроблении. Психологи, психиатры это уже не одно и то же. То есть психологи не должны быть психиатром, психиатры не должны быть психологами. Ну и так далее. И так далее. А Генон говорит о том, что традиционная наука традиционное искусство это и есть синтез. Не синкретизм, это не слово кретинизм, а синкретизм это вот некое количество соединение, а именно синтез качественное соединение. И когда мы говорим об этом, об этом, то мы придем применительно к искусству музыки и не только музыки, может быть и поэзия здесь к науке о числах. И вот эта наука о числах это не та арифметика, о которой вы говорите. Это та, стоит генонг читать, у него есть наука о числах. Это то, что он сам подчеркивает, что можно найти прежде, что в каббале пифагоризм, каждое число имеет свое духовное значение. Когда есть то, что в книге цера написано, а перед единицей, что оно, вот это качественное, то, что не определяется вообще никаким категориям, дальше мы начинаем с единицы, и будем говорить о единобытии. Дальше у нас есть двойственность, которая наделена высшим смыслом соединения правого и левого, мужского и женского. И мы можем продолжить, как каждая цифра, она дает нам высочайшие мысли об основах бытия. Это не просто раз, два, три, четыре, пять, потому что мы привыкли в школе. Нет. Каббала, а пифагоризм мы знаем меньше, но каббала этим занимается каждая буква, каждая цифра она имеет напомню. И музыка с этим связана. И музыка с этим связана. Поэзия называлась неким языком богов в древности. Ну, это может быть только аналогом священного языка. Священный язык это язык псалмов, это язык иврит, это священный язык, где каждое слово это больше, чем слово, где каждая буква это больше, чем букву, и в истинной музыке каждый звук это больше, чем звук, музыка с ее рядом. Я вам сейчас покажу это, кстати, на конкретном примере, потрясающем примере, потрясающем примере, некое мое собственное было открытие все время, как вот действительно сакральные числа лежат в основе музыкальной гармонии. Сейчас вы это увидите. Не уходите на рекламу. Что касается музыки, то связь с цифрами, она понятна, и к этому еще надо прибавить пифагорейскую концепцию гармонии сфер. Что музыка является отражением некой высшей гармонии. А я вам сейчас это докажу математически. На самом деле не математически, а куда более существенно. Книга Яцира. Одна из древнейших или древнейшая метафизическая книга, где раскрывается Тора, где раскрывается все основы мироздания, они представлены там через мир, сотворенный двадцатью двумя буквами ивридского алфа. Единица она единица, как бы сказали в свое время, она и в Африке единица. Это тоника. Основа основ тоника. можно говорить о том, есть что-то до нее. Вот эта божественная пауза. Или когда в медитации затаенное дыхание, отключение сознания, берем единицу. Дальше у нас идет тоника, у нас идет триада, в самом деле, которая включает тонику. Третья, пятая ступень. Триада. Хотите сказать троица, скажите триада, чтобы не сбиваться на какие-то побочные неуместные здесь ассоциации. В книге цера буквы делятся на триаду. Амш, алеф, мем, шин. Буква алеф, мем, шин. Отдельно можно заняться тем, почему на эти буквы, как это все. Но они отражают на самом деле символику чего трех первооснов мира. Это некая эфирная воздух, эфир. Это нечто мем. это влага, которая нисходит. Благость сверху вниз мужская здесь можно сказать. А дальше шин. Это у нас больше к огню, который снизу вверх. Вот это огненное, водное и эфирное оно собралось воедино в триаде. Но это у нас наши трезвучия. это первое, на чем здесь ждутся все основы мироздания. Высшая триада на да триада она над всем остальным. Надо всем остальным эйнсов. Единобытие. Дальше у нас делится на триаду. В музыке это так. Дальше у нас появляется Седмерица. Семь нодорами фасоли семь. Утро как это все было. Дальше у нас идет Седмерица. В книге цера это называется двойной буквы. Бегет капрат. Бейт гимель дали каф пей рей штав. Княги цена. Семь букв. Они имеют все свойства. Они имеют свои небесные аналоги. Все прописано там. Все прописано там. Это наши семь нод. Это наша гамма. Потом повторяется. И вот эта гамма с ее размерами как есть триады свои размеры. Гамма имеет свои размеры. Дальше у нас есть что? У нас есть 12 нод. Хроматическая гамма идет. То есть 3 7 12 3 7 12 Триада включает в себя идейно Седмерицу как Эйнсов включает в себя триаду. Триада Седмерицу. Седмерица включает в себя 12 12 колен Израиля в 12 месяцев года. Все связано. Это есть высшая наука. Поймите к чему мы сейчас прикасаемся. Это есть высшая наука и высшее искусство. 3 7 12 вместе это 22 буквы алфавита священного языка. И тот кто не просветлился сегодня зря меня слушал. Пусть еще раз послушают. Оно стоило того сегодня чтобы вы потратили время задумались открыли книгу ветера и занялись музыкальной гармонией но не предвзятой не через все техническое мелкое к чем привыкли а вот именно в том духе в котором мы с вами это сегодня обсуждали хорошего вам дня.